Сегодня 1 сентября в городе Купенске проходит очередной раз, как и всегда, праздник. Но сегодня он проходит с такой большой радостью, потому что в очередной раз дети получили подарки, дети получили спортивный инвентарь, дети получили предметы, которые необходимы для образования. Это все нам сегодня предоставил наш народный депутат Виктор Николаевич Остапчук. Меня радует то, что когда он, работающий начальником Южной железной дороги, южане всегда были нашими шефами, и каждое подразделение вело свою шефскую работу над тем или иным детским садиком или школой, или вообще они очень много помогают городу. Но когда Виктор Николаевич стал народным депутатом, то для нас важно то, что его слова не расходятся с делом. Те наши мечты, в которых мы мечтали о чем-то, построить чего-то или получить, они сегодня сбываются. Избываются очень быстро, как в народе говорится, электричка прошла и не успел заметить. Поэтому, наверное, как на Южной железной дороге это все делалось быстро, качественно, так оно сегодня делается и у нас. Многие дела, которые делает Виктор Николаевич, они не то что способствуют объединению, учению, они сегодня идут на то, чтобы люди понимали, жить лучше в мире благополучия. Война это не наше. Поэтому он много уделяет внимания и социальным проблемам города. Он много уделяет внимания коммунальным проблемам города. И еще раз говорю о том, что то, что мы наметили, то, что мы наметили, знаете, как у человека, он всегда намечает планы немножко на будущее. И мы, допустим, тоже такие планы имели. И мы рассчитывали это воплотить там через 2-3 года. Но благодаря ему нам удалось эти все планы именно получить их сегодня. У нас сегодня заканчивается здесь, на поселке Ковшаровка, строительство храма. Данный поселок не имел, кажется, храма. Поэтому жители, а получилось так, что данный поселок сложилось таким образом, что единственное предприятие, которое давало людям работу, оно лет 15 назад закрылось. И люди в одночасье, весь поселок остался без работы. Конечно, веры никакой. И вот благодаря Виктору Николаевичу будет возможность, как говорится, получить, как говорится, храм, куда люди смогут пойти, помолиться и попросить себе того, чего они хотят. Так же само Виктор Николаевич уделяет много внимания и спорту. Мы получили несколько, благодаря ему, совместными действиями вместе с нами и представителям Южной железной дороги, мы получили и спортивные площадки на центральной части города. И гню поселка, здесь же на Ковшаровке 27 сентября, мы откроем еще одну спортивную площадку. Ну, понимаете как, можно говорить спортивная площадка, но размер и вклад, это тоже имеет роль. Поэтому такой спортивной площадки, как здесь будет размером 60 на 40, она имеется такая, единственная только в городе Харькове. Поэтому из других городов областного значения таких площадок нигде нет. У нас она уже вторая. И это мы все смогли получить и реализовать только благодаря совместными действиями с Виктором Николаевичем. Поэтому те подарки, понимаете, когда он идет кому-то в гости, вот у него такой славянский хороший обычай, без подарка он никогда не идет. И это подарки не такие, что, ну знаете, лишь бы для галочки поставить, что я там был и я там чего-то подарил. Это те подарки, которые необходимы, которые существенно помогут нам для реализации тех задач, которые мы перед собой поставили. Я не хочу перечислять все-все-все эти подарки, но это, поверьте, это подарки, которые и в денежном выражении, они имеют большую цифру. И, кажется, в смысле необходимости, то, что нам первое необходимо, мы это вот сегодня получили. Поэтому от территориальной громады города Купенска я хотел бы поблагодарить его еще раз за те дела, которые он делает, за тот его такой внутренний порыв, то, что лучшее это детям. И с праздником всех нас!